Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Аминь. Послание к Колосинам, Святого Апостола Павла, 3 глава, 10 стих. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. 11 стих, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Толкование. То есть празелита и иудея из знатного рода. Вот и еще похвальное отличие нового во Христе человека, что в нем не берется во внимание ничто внешне. Ни род, ни достоинства, ни предки. Но что Христос есть черта, отличие его, характер его. Во всех по духу истинно добродетельной жизни образовавшихся все есть Христос, то есть и род, и достоинства. Или иначе можно сказать, все вы один Христос, будучи телом Его. Да, вот чтобы была связь с предыдущим понятием, надо прочитать предыдущий стих хотя бы один. Я хотя бы один прочитал, но я думаю одного недостаточно. Да, ну вот смотрите по смыслу. Вот да. То есть вот еще девятый стих. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами Его, и облегшись в нового, который является в познании по образу создавшего Его. В нового кого? В нового. В нового человека. В нового человека. Да. В какого человека? В христианина. Где нет ни Елена, ни Иудея, но все и во всем Христос. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Там говорится о празелитах. Кто такие празелиты? Кто такой празелит? Это, по-моему, из иудейства христианства обращенные. Празелиты новообращенные. Просто новообращенные. В новообращенные прикидки. Есть празелита и иудеи из знатного рода. То есть нет ни Елена, ни Иудея. Кто такой Елен? Кто такой Иудей? Кто такой Елен? Елены кто такие? Ну, римляне. Римляне иленистые. Ну, почему их называют еленистыми? Они елены. Вообще, может быть, это слово «Лада»? Елены. Лада – это тогда Греция, в принципе. Но, историки, у нас нет этого. Но они тоже иудеи, да? Историки? Нет. Римляне. Иудеи – это иудеи, это еврейский народ иудеи, который сейчас исповедует иудаизм. Поэтому они так иудеями и остаются. Но мы-то тоже иудеи, только иудеи нового уже. Мы были иудеи уже во Христе. Во Христе вообще нет иудеев. И не Еленов. Все во Христе едины. Но, тем не менее, если говорить о том, что израильский народ – Богоизбранный, то мы тоже стали Богоизбранными. Почему? Потому что потом Господь послал апостола Павла и других апостолов к язычникам. Но прежде всего апостола Павла послал к язычникам вести благую весть. И мы теперь, обратившись через Усса Христа, тоже становимся новыми иудеями. Продолжаем. 12 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Толкование. Этим словом показывает легкость добродетели. Ибо как легко надеваем одежду, так удобно может воспринять и добродетель. Но добродетель должен иметь непрестанно и пользоваться ею как величайшим украшением, не имеющим ее безобразиям. Увещание. Увещание соединено с похвалой и чрезмерной. Ибо были, говорит, святые, но не избранные и не возлюбленные, а вы все это имеете. Не сказал, облекитесь в сострадание, но в милосердие. Это для того, чтобы не унизить тех, которые достойны сожаления, а вместе с тем и показать, что снисходить к ним нужно по внутреннему расположению. Не так, как братья к братьям, а как отцы к детям. Для того, чтобы ты не сказал, что брат согрешил, апостол и говорит, требую от тебя вседушного милосердия. Кто облекся, говорит он, в милосердие, у того сами собой являются и все прочие добродетели. Ибо какой отец не добросердечен к сыну и не смиренно мудрствует без споров, доставляя ему все. И заметь, какой прекрасный во всем этом порядок, благость, порожденная милосердием, рождает смиренно мудрее. Ибо кто добросердечен, тот и смиренно мудр. От смиренно мудрее кротость, ибо гордый и гневлив. От кротости долготерпение, которое есть великодушие. Да, Рочка. Нет, правильно, занятия. Нет. Попросы? Молимся, встаем сейчас на молитву. Хорошо, молимся, Батюшка. Все, сейчас молимся. Господи, милости буди нам грешным. Благослови Господи, Орба Твоя Алексея. Помоги ему, Господи. Восставь от одра болезни. Помоги, Господи, и врачам, и сестрам, и всем сотрудникам больницы, в которой он будет, в котором будет оказана его помощь, Господи. Благослови. Восставь от одра болезни. Господи, помоги, благослови, укрепи его. Да будет у вас слава Твоя. Это болезнь ему. Услышь наши молитвы. Тебе славу, слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. Алексей загуляет. Поехали они к Марияковне. По пути ему стало плохо, и заехали они к Марияковне, и он лёг на диван, там, кое-как. И потом села за руль Наталья, и повезли его. Так что, молитвы. А чего? Помни, зашивали. Тут хоро. Чуть-чуть, посмотри. Здесь нужно читать вот это толкование. Тихо. Отдельными фрагментами на это толкование, ещё нужно рассуждать, нужно толкование тоже. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Это он к кому обращается? К колосянам только? Или к нам? Ко всем христианам. К нам обращается. Мы должны всегда помнить, что Слово Божие живо и действенно. А если оно не живо и не действенно, то оно для нас что? Ничто. Так вот, он обращается и к нам, стало быть, как каким? Как избранным Божиим. Как святым. Ощущаем мы себя избранными? Кто ощущает себя избранным Богом? И почему? Почему вы себя считаете избранным Богом? Избранным Богом, потому что Господь дал мне веру. Я считаю, что это избрание, что я вообще не заслужила, не знаю, как. Как-то Господь избрал, и я благодарна Ему. А как без избрания-то? Как без избрания? Я думаю, что это избрание Божие. Может, я обращаюсь, но у меня такая мысль. Ну, это хорошо, что вы себя чувствуете избранным. А вот другой ходит в храм, да и все, и ходит он по привычке. Ставит свечки, молится. Ну, по привычке, потому что бабушка привела его, потому что бабушка научила его так молиться. Вам объявили, что Алексей заболел? Да, мы только что молились. Мы только что молились тоже. Подозрение на камень. Камни, конечно, зашевелили. Плачка? Нянила позвонила, плащет, увезли его скорую. Камни, камни, у всех мужчин. Плачка? Жестный мальчик, кузырь, можно и все. Вот он потеряет и пьет воду из колодца, обыкновенная. А у них все завалено банками из города. Вот эту воду покупают больших. Я говорил, не пейте. Нет вот камень, то другое. Мы же здесь же живем, нет камня. В деревне нас никто не знал камень. Мы проехали, повторяю, от Владивостока до Лиссабона. И пили везде сырую воду. Сырую воду. Иногда пили прям вот как будто бы кофе. Вот такая вода неощущенная. И ни один не заболел, и ни поноса ничего не было. Ни один. А почему? Святая вода. Вера в Бога все убивала, все микробы. В районе, говорит, три раза воду берут, выпили, выпустили, пекали, ушли. Там ловят ее опять, перерабатывают. И три раза вот так пока дойдет. И пить сырую нам просто мы брали, а они тряслись над нами. Не пейте, только не пейте. Здесь болеют все. Ну мы не стали говорить. Говорят, нам надо, набрали и все. И собака не заболела. Хошь, как угодно объясняй. Ну собаке мы святую воду давали, и сами пили. И каждый день просворы, просворы не давали. А я маленько подмешаю, видите, да еще и сбрызну ее святой водой. А ложась спать, вокруг, кто у нас тогда был? Игорь Тетяков тут, Витя, обходит вокруг нашей стоянки, собака где, чтобы захватить ее. Считаем, да воскреснет Бог. Представь, сколько прошли. Ровно сорок дней. Вернулись на сороковой день. Не высчитывали, как Бог все сделал. Вот так. Не говорите. Ну вот рассуждаем об избрании Божьем. И вот апостол Павел обращается к колосянам, называя их избранными, святыми, возлюбленными. И просит их облечься в милосердие, благость, мирномудрие, кротость и долготерпение. И вот брат задал вопрос. Кто ощущает себя избранным Божиим? Избранные это гонимые означает. По сегодняшему, по патриархийному. Апостол Павел еретик. Да. Самый настоящий еретик. Когда я сказал, мы избранные, много званых, мало избранных, как на меня поднялись и ставят. Я сказал, избранные, избранные. Опять меня ставят. Я говорю, избранные, это нарезку делают. У вас прелесть, прелесть. А если бы я сказал, я грешный, супер грешный, архи грешный, Юпитер грешный там, тогда бы это нормально, это наш. И сто раз бы подряд, Господи помилуй, Господи помилуй, это наш. И главное, что Библию в руки не брал. И все время батюшки в руки целовал. Все, православный, можешь пить, курить и остальное твое. Чисто православный человек был. А когда избранные, мы уже пришли. То есть апостол Павел, он говорит, обращается к ним. Итак, облекитесь, как? То есть он считает их уже избранными, божиими, святыми, возлюбленными, в милосте. А уже дальше, во что облекитесь? Он призывает их. А прежде говорит, называет их избранными и святыми. Ну а вслед за этим он обращается к нам. Так же. То есть мы должны быть избранными и святыми. Вот как-то не боятся слова Христа выворачивали. Бог свят. Свят это святой. Вы знаете, хорошее есть, лучшее, наилучшее. Это три степени других нету. Первое слово соответствует тому, что есть. Второе превосходная степень. И третье? Превосходная, это как раз и третье есть. А второе? Совершенный. Ну кто знает? Нет, грамматика. Хорошие, лучшие и наилучшие. Это сравнительное. А здесь наивысший, святейший. Бог себя святейшим не называет нигде во всей Библии. И мы его не называем Бога. Только свят. А человек святейший. Да мало того пишут, ваше святейшее святейшество. Ну что это? Это же, это не гордыня, это не прелесть. Нет, это по закону, по чину. Да чины-то кто устанавливал-то? Лицемеры, лизоблюды. Как писал Тючев и говорит, непогрешимая греховность. Бога никто не назвал святейшим. Святой и все. Да, но вы говорите, как Бог свят. Да. Он свят, свят, свят. Архангелы знали бы, сказали бы, святейший, святейший, святейший. Нет. Слово святейшего употребляется только в двух значениях. Первое, это вера наша, Иуда говорит, назидаясь на святейшей вере вашей. И второе, это святейшее место, храм стоял, где у них, приносилось жертвы. А к человеку не применительно нигде, ни разу. Я об этом говорю, ну а как вы будете патриарху обращаться? Братом назову, брат Кирилл, садись за слов. Или нельзя ему? Павла можно назвать братом Павлом. Это наши братья, Павел их называет. А сегодня мы дошли, то что все евангельское, это псевдоправославное, псевдо, слова-то какие все. Сейчас меня спрашивает один в интернете, в Метропольске. А что вы думаете об Эларионе? Каком? И сразу говорит. Который околопатриарх, Алфеев, конечно. Я думаю, он масон. Он говорит. Я сказал, я о нем говорил уже не один раз, и больше не стал еще говорить. А то у меня все сказано было. На такие посты просто так человеку не вылезет. Никаких талантов не хватит. Главное уметь владеть с церковным начальством и с мирскими властями. Ну и определенными, может, талантами обладать. Можно, но можно и без них прожить. Главное, чтобы властью обреченной ты теперь диктовал, рубил правила эти. Вот они правила избрали, на избрание патриарха какие. Ни один апостол бы не прошел. Ни один. Обязательно, чтобы канцелярская работа у них была не меньше 25 лет. А у Павловни дня не было канцелярской работы. Обязательно было высшее академическое образование. А у Петра Сеянов вообще не было сети рваные, подчинялись эти. Условия-то какие ставят-то? И дальше, когда нужно было избрать, бросили жеребий. Патриарха Тихона так и избирали по жеребию. Ну, написали их три кандидата, которые больше... Голосовали за 23, к примеру. А большее число, которое взяли, там где-то, я не знаю, в шапку или в ящик, привезли слепого совершенно. Схерхи Мандрей, 3-3, там это старичок слепой. Он залез там, кое-как одну ухватил, вытащил. И я как прогремел. Новый избрали, патриарх! А больше всех набрал Антоний, Краповицкий-то. Конечно, Антоний. Нет, говорит. Меньше всех набрал Тихон Беларин. И он понял, это свиток, который летел у Захарии. Горе, стон, печаль, все на нем написано. Тихон, почему? Ну, вы же доверились Богу. Почему уже не ставится? Он не по уму не отличался. Он не по званию. У него только епископ, даже архиепископом не был. Я сейчас не знаю, он в Канаде был до этого. Но вот так. Я не знаю, просто я не знаю. Пошел бы Антоний на такую сделку слазить. Первую-то сделку сделал с ним Тихон. Сергий Тарадовский за ним пошел. Вот какое дело. Положительно то, что приезжали, когда там даже посыльные генералом Деникина и патриарх Тихон не благословил воинскими силами, военными давить коммунистов в краснопузы. Не пошел на это. Не дал. Это не... Ну, это, во-первых, это хорошо. А во-вторых, заслуженно это наше. Придал Антонию эту власть. Он сделал все как надо. И поэтому он святой. И считается, что его отравили. У него зуб заболел, взяли и сразу умер. И умер на 7 апреля 25-го года. На год больше Ленина. Дальше Ленина прожил. Дзержинский даже его уважал за то, что ни одной бумажки никогда не отправил, чтобы не было в пуске обратного адреса. И мне Бог позволил жизнь прожить при советской власти. Ни одной бумажки не отпустил, чтобы я не расписался на ней и не поставил, где я живу. И власти это понимали. Выступили в епархии и говорят, а мы знаем лапки, но за пазухой камни не держат. Какой есть, такой есть. Ну, за это надо было отвечать. Я просто к слову говорю. Это что значит избрание? Избрание это означает посвящение Богу. Избранный сосуд. Сосудов много было, вот это теперь избрали. Все. Сосуд этот своровал воровство, этот который в церкви был, святотатство. Ты святыню украл. Ты у меня дома украл пачку машинных вещей, только воровство. А если украл агарочек церковный, святотатство. И вот так научиться надо понимать избрание. Он меня взял, поднял и посвятил Богу. Не просто избрал я теперь хорохорис. Посвящение Богу. Церковный сосуд не может употреблять на ночной горшок. А они что сделают? Принесли, расставили и давай пить, блудец, поздравлять, какого-то Бога нашли. И сразу на стене кисть руки и начала писать. И никто не прочитает. Но у всех задрожали члены. И написано, что член слабый. Штаны наложили. Тут же на перу завоняли. И нашли человека, который разгадал. Мене, мене, текалу, парси. А что такое? Ты взвешен и найден очень легким. Вся советская власть оказалась ломана в греша не стоит. Отступали, что-то делали и наконец исчезли. Ни одного выстрела не было. И как будто никогда не было. Берлинская стена рухнула. И варшавский блок весь пошел против. Враги. Там НАТО. Все, почему? Не от Бога было. А садили кораблями на эту кубу. И той нету. Нигде. Ну, может быть, ради этого только разрешили им там встретиться в Папе Римске. За те миллиарды. Давай. У меня вопрос. Неизбранный наследует Царство Небесное? Да я понял. Надо лезть и в карман. Это едет молодой стажер на машине. Ну, едет, а не знает как. Спрашивает, а он не знает. Он сразу лез под сиденья, а у него там книжка шоферская. А она на носках так выстояла женщина и написала. Правая скорость, левая тормоза. Написала. Она на нас досмотрит и туда ехать. Ну, говори. Неизбранный наследует Царство Небесное? Неизбранный? Понимаешь, нет. Это момент какой. Почему он не был избран? Может быть, его избрание было, видимо, для людей. Прямо как у разбойника на кресте. Его имя-то даже, кажется, один раз у разбойника поминается. Я сейчас не могу сказать. И стратий какой-то. И он полз. У него, видимо, тоже камень был в печени. Совсем немощный. А храм не пропускал, как наши. Вот эти заболели-то. Вече, вечеринка. Никогда нету их. А тот всегда ходил. Ползком. В крючат, на четвереньках идет. И вдруг видение. Ползет Голгофов. И Христос висит этому разбойнику благо. И говорит, сойди. Коснись его. И он говорит, он с креста вдруг сошел этот. Который там был. Может, Иван Иванович какой. И коснулся. Он встал и пошел. Все говорят, нет, это ли ползал-то все. Он говорит, меня тот исслилил рядом в разбойнике. Это один раз записано в житиях. Ты можешь не верить. Может быть, это фантазия Дмитрия Ростовска. Он был большой фантазер. Мифотворец. Но писательским талантом обладал. Ну, дальше можно идти. Ну, так наследует или нет, Игнарий Тихонович? Ну, откуда же я знаю наследует. Я тебе говорю, что может быть избрание невидимо было. Но совершенно, чтобы неизбранный был. Тут нету. Избранный, неизбранный. Посередке нигде нету. Неизбранный, значит, божья слюна на него не упала. Говорит, а кого епископ он ставит? На кого Бог пленит, тот и епископ. Ну, бремя, это исцелительное. Это один епископ отмечал. Так вопрос не ставится. Избранный, говорит, и неизбранный. Много званых, это все неизбранное. Мало избранных, это избранное. Много званых, это влево пошли, а избранное вправо. Отсюда делаем вывод, что неизбранных ни одного нету. Вот правильно. Я полагаю, что этот вопрос очень такой сложный и в то же время простой. Для меня, например, Голгофская жертва Иисуса Христа, она избирает всех. Она принесена для всех людей. Другое дело, что зависит от нас еще это избрание. Принимаешь ты эту жертву или нет? Если ты принимаешь эту жертву, то ты становишься окончательно избранным. То есть акт совершается полностью. Тогда ты следуешь за Христом, ты избранный. Тогда кровь его очищает тебя от всякого греха. А если ты не принимаешь, ну какой ты? Просто не принимаешь эту избранность. Господь тебе дал эту возможность. Ему дал каждому. Но зависит еще от твоего воли и изъявления. Это самый страшный и одновременно бесценный дар от Бога у каждого человека. Еще добавь, что избрание само по себе совершается. И с твоей стороны должен быть. Но с твоей стороны это тоже благословение Божие. Ты не можешь сам сделать. А я хочу быть избранным. Ты можешь кричать, идти, подвязаться, ходить, причащаться и ничего не будет. Почему? Это пустое. И внутри ты будешь ощущать эту пустое. Но вот это то, что вы сейчас говорите, это известно только Богу. Это нам неизвестно. Тем более даже человек сам этого может не знать. Но он может стремиться к этому. Как неизвестно, если Игнать Игорьич говорит, но внутри будешь ощущать пустоту. Можешь ходить, причащаться, молиться. А там будет было сказано. Он ощущать, правильно говорит. Отогнуть мне твое чувство, которое подсказывает. Не обманывайся. Не обманывайся. Давай, брат. Тот, кто откликнулся на Слово Божие, откликнулся и справил свою жизнь, как в Иоанн Грибе от Луки описано, как Иоанн Креститель вышел на проповедь и сказал, тем, кто готов встретить Христа, исправьте путь Господу, приготовьте. И дальше он причисляет, что надо делать. Кривизну исправить, неровности наполнить, то есть гордыню свою понизить, наполнить жизнь добротечественной. И тогда увидишь путь спасения. Тогда. То есть тот, кто откликнулся на Слово Божие, справился в свою жизнь, тот вошел в число избранных. То есть наше дело трудиться. А мы не должны говорить, да, этот человек не избранный, этому человеку все уже, пусть он ходит или не ходит там в храм, читает молитвы или не читает молитвы, молится он там или как, живет он, ему уже нет спасения. Мы никогда не имеем права так даже говорить и думать даже. Мы должны действовать для себя и за других тоже молиться и ратовать за них, чтобы они спаслись. А уже это только Божий промысел, только Богу известно, кто избранный, кто не избранный. Нет, Бог всех зовет, призывает. Конечно зовет. Кто откликается, но его призыв. Господь заранее знает, что этот откликнулся, а этот нет. Да, но зовет он всех. Ну а помните притчу осеятели? Откликнулись все. Нет, четыре стадии. Только четвертая стадия дала плод. Плод дала, но откликнулись все. Хотелось. Ну это, во-первых, все разделились на две части. Одни, кто не слушал Христа, а те, кто слушал Христа. Из этих, кто слушал, только четвертая часть. Еще и племелы среди них потом выросли. Ну это забота и искушение, а то он не смог побороться. Ересь это. Ересь это все это. А четвертая часть дала... Первая как раз неоткрытная. Когда свет осеял сабло, идущего в Дамаск, он узнал, что он избран? Конечно. Конечно. Ты уже уверен, да? А как же, когда он пошел к Анане, а Анане Бог говорит. Теперь эти слова говорят Анане, а тот будто ничего не знает. и говорит, я покажу, сколько он должен пострадать за имя Мое. Вот Бог открывает, что твой путь будет не путь сидеть на одном месте. Я с тебя лишний жир же стрясу. Я тебя по таким кочкам пронесу, Бог говорит, и ты тут и колохать будешь. А он еще ничего не знал. Поэтому говорить об избрании ты можешь. и можешь обмануться, если ничем не подтверждается это. Вот я все время, 45 лет, это не два года, важно ли я родился с детьми. А много ли видели избранных детей? Видел, но мало. А по каким признакам? Молитва и смирение. Два качества, по которым я мог предположительно сказать. О, предположительно. Да. У него желание к молитве. Он сам подходит. Вот вчера молился, я так хочу опять помолиться. А другой он ходит, молится, ничего не противоречит и дальнейшее только покажет. Но это уже означает веяние другого. С другой стороны. Дух дышит где хочет. Я вот знал, что я отличаюсь от этих людей, которые у меня рядом. Конкретно о себе я могу сказать. Это что? Это предначертание Божие уже было. У меня все время было желание спрятаться и помолиться. Я говорю из собственного опыта. Но до встречи с Евангелием вера отслышанная. Это не притворялось. То есть был страх обходить грех, не прикасаться. Это все было. Радости спасения во Христе не было. Я знал, что я буду в аду. Маленький был. Я уже знал, что и мне горит в аду. И меня никто не мог убедить, что ты будешь в раю. Какой рай? Даже об этом говорить не надо. А сегодня любой сектант, он в раю, он уже спасен, он уже ноги слесил с облаков. Сколько обольщенных? И все избранные. И таких, которые говорят избранные, может быть больше миллиарда. И все обольщение. В ереси находится. Притом доказывать нечего. Когда он обращается, говорит, так я же был еретик. А ты не знал этого? Ты против церкви воевал, первое. Второе. Ты не уразумел писание. Ты отверг наследие церкви за две тысячи лет все спихнул со стола. Ты не просто осуждал человека. Ты сделался вместо Бога судьей. А мы никого не судим. Не судите? А зачем разных бахмендеров берете? Почему не златоусты? Почему все книжки, которые идут в аптисцах, западом, когда мозги у них промыты все, 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 все имена, все там разное считаешь, язык сломаешь. Откуда это известно? Майеры разные. Ну отсюда, скифские там. Не просвещение, не избрание. Избранный этого делать не будет. Он не может. В нем все время такая противность такая. Сейчас скажу. Если человек потерял отношение к пище, правильное такое, он может пожирать что угодно. Называются эти люди полифаги. Полифаги. Один мог съесть сразу, говорит, полбыка. И когда у него есть было нечего, у него шкура на животе висела. И вот так он этой шкурой мог с обратной стороны вот так вокруг провести. Женщина 40 куриц полностью съедала за один раз. И когда в больнице лежал, он не мог единой ездить. Пробрался в морг и абортированных всех ребятишек съел. А то нам кажется так. Я считал документы на это. Корицкие ночи. А почему демон вошел в чрево? Ты не думай просто так и не следил за собой. Почему написано, говорит, я уже хотел бы найти семипудовую купчику, чтобы залезть в нее. Не нажай до 16. Лишнее убери. Лишнее, чтобы ничего не было. Уберешь? Нет, не уберешь. А почему? Краснобайства много. А когда страх Божий, страх Божий не позволит лишние килограммы на теле носить в своем. Ну а почему так? Да не я рассуждаю. Апостол Иуда, говорит, без страха уточняют себя. Страх не позволит тебе наращивать пузель такую. Зачем это тебе нужно? Как беременна на 9-м месяце. Я ни о ком не говорю здесь, чтобы не упали в обморок. А если сочтешь нужным взять, благодарен буду. Вот такое дело. Почему, говорит, выкатились от жира глаза их? 72-й псалом. Это насмешка. А почему? А жир откладывается везде ровно. И глаза на выпучку делает, из орбит жир вытягивается. Любят спать днем обязательно. Я знаю где. 4 причины, чтобы вот это. Потеря страха в Божий раз. Главное, лишний раз не пропотею. Лень. Что-нибудь простенькое такое. Еще можно, а потеть нет. Второе. Объедение. Самое натуральное обжорство. Лишние калории. А я хочу на каждом углу пирожки купить. На каждом углу, кажется, мясо съесть и прочее. Третье. Сонливость. Лишнее сонливость. А ты обрежешь себе. Вставай в 4,40 всегда. А ложись, а сам смотри, когда хочешь. Не получится. Ну и без печени. Без печени ему все равно. Его касается даже раздражительный делается, когда его ткнешь в кузов. У меня знакомый был. Человек образованный. И вы мне скажите, кто знает такого, чтобы 4 высших образований было. Ну, а вот у меня в книге есть. Вагнер Николай Николаевич. Уроженец потеряевки. Кажется, я не знаю, сейчас могу ошибиться. 13 или 17 кратный чемпион по карате. В милиции, где больше тренируется. В Германии он 45-го года. Моложе батюшки даже был. На 6 лет моложе меня. В аэропорту. Чук. Упал и готов. Умер. А он прижал потеряевку. Я все говорю. Ты знаешь, у него в пузо-то не было. Он вес какой-то такой ровный был налитый. Ну, я его так в пузо-то, ну, опять меня рылом по земле. Умел смеяться. Теперь я ничего не могу сделать. Хоть замолись, хоть закричись. Николай Николаевич, что ты сделал с собой? Почему? Выпивка. Обязательно это сильно пиво там раздувает клетки и прочее. Ну, не обманывая сам себя. Я говорю, со мной сидел в камере редкий Владимир Прокопович. У него такой вот пузырь был. И вдруг покаялся один в камере. И нас сразу оттуда отсадили. И со второго этажа кинули не на первый этаж, а в подвальный этаж. А нам это и надо. Там свет чуть-чуть и много стверчков. И мы там слушали. И он вот так вот приковным этот, он босиком ходит, как петух по наследству-то. И плачет. У него слезы. Рекот, полотенце повесил, полотенце бухрое. Я не знаю сейчас сколько, могу ошибиться, но не больше полторы недели прошло. У него вообще ничего не осталось. Он брат ничего не брал. Он только плакал. Так следили, что если не лес еще, а он пустую чашку там выпросили. А он сразу раз, как подает, он раз, подает чашку. А в пустой сидит, хлебает как будто бы, а в очко смотрит. Почему? Что со мной? Это я с таким пузом. Поедем на рыбалку, одного барана жарим, а второй привязанный рядом стоит. Он все рассказывал. И плакал, и плакал. Не прерывно слезы текут. Что пробудилась душа, а здесь камень. Не выжмешь. Вот это и означает избрание. Но пойдет ли он дальше, или он отступит? Я потерял его. Я не знаю, где он теперь. Вот это важно. Избранность-то она избранность, но ее еще нужно сохранить в избранность. И вот противник, который Божий, он всегда хочет погубить тебя и лишить тебя этой избранности. Он говорит, многие, Павел говорит, не один-два, потерпели кораблекрушение в вере. В вере, когда уже избранные были. Ну не столько я и съелил, а где девять остальные? Почему только 10% пришло, десятина явилась. А где остальные? Да где? Каждый, куда я его прохожу, он у меня нельзя было заходить. Теперь он понял. Теперь я свободен, теперь там буду пахать, сепарировать. Все остальное делать буду. Теперь все, отстаньте от меня. Я здоровый, крепкий, прочь, дороги нечистые. Вот он теперь. Они за городом жили, никому нельзя было прикасаться. И это относится к вере. Ты уверовал? Помни, откуда ты не спал? Иди в предни греши у нас это написано. Ты уже... А зачем предупреждать, если ты... Ты гарантии не имеешь до самого последнего часа. Вот посмотрите, Антоний Великий стоит. И вот видит, как душа идет. Он видит, душу несут ангелы. А в учених рядом, у Господи, хоть спасся один, говорит, нет, еще. Еще мытарство идут. Он ближе уже к вратам рая. Наконец-то, брат, спасся, пам, вы в раю. Подожди. Дверь райская открылась. Ничего не известно. Понимаете? И вдруг рука оттуда берет его душу эту, и дверь закрылась. Он говорит, слава тебе, Господи, спасся. Вот только когда будет. А от нас это сокрыто. Мы не Антоний Великий. А только о которой тонут Великий. В грехах. И вот нужно научиться на все смотреть через призму во свете Библии. И тогда вот это, что называют гордыня, прочее, ты увидишь. Нас оно меньше всего касается. Если коснется, так, за пашком где-то. А которое вверху святейшее святейшество. Что они, безумные или что? Или что, трижды масон с масонством. Помазанное. Но он не может сказать, ты святее Бога, превосходная степень. Он скажет, да нет, я не святее. А святейшее это, какое? Несравнительная, превосходная степень. Выше уже ничего нет. И везде, везде, везде толкает. Вот здесь был. Ваше преосвященное преосвященство. Преосвященнейшее преосвященство. Ему нельзя святейше самознать. Но преосвященство, он освященный, да еще раз преосвященнейшее. Это везде так Антония верещали здесь, на газетах своих, церковных. Всякую, говорит, лжу, ненавижу, терпеть не могу. Валентина, что ты хотела сказать? Да, уже по теме прошла. Возможно, даже избранных прельстит. Вот я, что хотела сказать. А у меня в голове крутится. Одного возлюбил, другого возненавидел. Еще в утробе. Предведение. А, предведение, да? А Иисак мог сделать другим? Конечно мог. Это же только Богу известно. Мы-то об этом судим только по результатам. Бог открыл, когда мы за это цепляемся. Так бы никто и не знал. Он все говорил, я старший. Она старше на две минуты раньше вышел, может быть, на минуту. Я старший, по старшему ступни, первородство мое. А ты, Яша, иди, куда хочешь. А Яша знал, что сделать. Мамонька за него дома, там на грядках возятся. А этот где-то по полю. Ну и питание, конечно, шашлычок в лучей луковке. И отец любил запах. Руки и савва, а голос Якова. Ничего не понял. И вот у нас так часто бывает. Голос поет, все знает, писание, все. Ну, голос Якова. А как прикоснулся, весь в шерси в собачьи. И сав. Я следом за Людмилой Степановной хочу сказать, что я чувствую себя избранным. Потому что вот вокруг меня столько людей грамотнее меня гораздо. Под четыре образования, как вот Игнатий только что говорил. Они при таких должностях. А вот меня Господь призвал. Призвал, потому что после того, как я был отступником, прости меня, Господи, по каким только ямам меня не мотало. Я только не был. Искал какую-то истину. А истина оказалась в другом месте, когда я приехал потеряйку, пистить дочь. Увидел Агантихича, услышал Слово Божие, и все, и коснулось меня. Аллилуйя. Вот говорят детей. Детей сколько у меня? Посчитай. И каждый день почти кто-то заходит, новые люди откуда-то пришли. Книги, которые дошли до Испании-то, они неплохие руки попали. Теперь мы, говорит, сколько времени, уже все вникает. Фотографии пришли, рядом я говорю, напишите, там где-то Испания, берег, книги лежат, все 38. Это новые люди, католики. Я их не искал, они сами нашли. А что коснулось? Я не совсем с вами согласен, сегодня один написал. Но то, что вы говорите, это так привлекает. У вас все открыто. Людей это привлекает. Это привлекает, знаешь, что у меня нигде там ничего нет. Сегодня только один мне написал, очень грамотный наш человек. Не в нашей общине только. И я печатаю, каждое утро в события дня беру, о рождении свыше задают вопрос. И в папке о рождении там пишу. И как об этом отвечает Андрей Кураев. Я говорю, какая-то книга про церквизм в православии. И там какие страницы. И потом все это разбивают, дребезги все. И тот, говорит, с меня сегодня еще одна отпала, говорит, ложная страница жизни. Я-то тоже считал, как они. Там, я говорю, ни одного слова евангельского нет. Андрей Кураев обо мне сказал, Игнатий меня по таким кочкам проволок. Я-то зарядил, посмотрел. Я книга в своих вот этих, 120 с лишним раз вспоминаю его. И ни разу положительный. Ни разу. И он ни на что не посмотрел. Приехал, взял книг. Еще какие отзывы дал. Вот это положительное его качество. Я каждый день молюсь за него, поминаю его имя. Я бы советовал приехать сюда. Я с тебя лишние жертвы здесь постарался бы сметь. У меня, говорю, тухнары, с другой, простите, палаки. Сухари есть. Со мной будешь питаться, вставать, и по-другому сюда не будем. А мне говорят, взяли его с тобой, поездку. Я говорю, еще себе. На два сиденья будет один сидеть. Колоссянам 3.13 Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Толкование. Снисходя то же, что носящие друг друга, ты его, а он тебя. Не судите со строгостью о недостатках и падениях друг друга, но, считая их малостями, пропускайте без внимания. И смотри, как сам он показал ничтожность их, назвав жалобы. Павел, как всегда, увещевает их примером Христа. Выше он показал, что нужно считать взаимные недостатки ничтожными, назвав их жалобы. Но когда привел в пример Христа, убеждает все прощать одинаково, даже и важные прегрешения. Хотя бы мы были благодетелями оскорбляющих нас. Хотя бы мы были людьми великие, а они незначительные. И не это только, но и умереть, и после смерти благодетельствовать, подобно тому, как и Христос благодетельствует нам и после смерти. В союз как требует именно такого понимания. Как Христос простил нас, так и мы должны прощать друг друга. Не только малые дела, но и великие. И в пример ставят Христа. Христа сразу, как только затаил на кого-то, не прощу. Вспоминай Христа, а он тебя простил. А его как? Тебя что, гвоздями ко Христу прибил он или что? Да он там такое на меня наговорил. Он наговорил. Прости. А царю Давиду Господь что сказал? Я тебя простил, но наказание ты не избежишь. Что такое уникальный, Игорь? Скажи. Не понял. Ради объясни. Слово уникальный? Уникальный слово. А что означает? Совершенный, наверное. Единичный. Единственный в своем роде? Не может быть один. Это уже раритет. Если единственный. Неповторимый? Но особенный в чем-то. Вот я сегодня немножко тут сказал на собрании. Молятся все время в храмах о благоустроителях. Благоустроителях, благоукрасителей. За 2000 лет в православии. Тысячи художников были. Андрея Рублева знают и все смотрят. Тихо. Второе замечание. Третье. Батюшки или кому подарила, принесла Наталья Загуляева. Она год нанизывала. Маленькие такие зернышки. Ну, что-то бисер вышивает. Что-то такое где-то есть. Конечно, интересно. Да, много труда затрачено. Но я сегодня говорил не об этом. Все иконы мира не сделают то, что сделает одна надпись и Слово Божие. Да. Я за иконы. Пусть они будут. Но посмотрите, сколько у нас надписей. Это сделал практически все один человек незаметный, неприметный. Не будем говорить, что где-то что-то у нее не так. Вот это. Это уникально. За 2000 лет я даже не слыхал и думаю, что никогда нигде не было. Что между икон в храме были надписи. И вот приезжает к нам новый епископ, который сейчас митрополитом у нас. Сергий Иванников. Алтайская митрополия. Первый раз по Теревке. Вот заметьте, как до этого был епископ. Максим был. Он нигде не остановился. Посмотрел. Дмитриев. Он там в Ельце. И теперь служит. Я ни о чем не говорю. Только то, что он видел все эти надписи. А надписи мы сделали, когда батюшки не было. Я говорю, будем молиться, чтобы батюшка не забунтовал. А он узнал про это. Я говорю, а с чего ты решил, что я бунтовать буду? Я за. Но я предупредил, что если такое случится, чтобы мы знали, какая-то наша реакция, ответное действие. И вот Сергий идет по храму. Даниил, да, Даниил? Надписи считает так. Так как ты оставил меня, то и я оставлю тебя, говорит Господь. Я устал миловать. Я устал миловать Бог с большой буквы. Я устал миловать, я уже не помилую вас. Он остановился. Он понимает, что и Слово Божие. А откуда не знает. Это редкое место. Не написали. Оказывается, написано было. Но говорят там как-то солнце. Почему оно солнце в храме было? Как бы поблекло надпись. Но там даже следа нет. Писал это Андрей. Потеряю. Устинов Андрей. Я сразу снять. А на это вот так. Когда он подошел и спросил, А откуда это взято? В какое место Библии? Это никто не знает. Я подтянулся и как я стоял, так писал, так криво и написал. Иеремия. Там 15-6. Все. Так кажется. Или 16-5. 16-5, наверное. Посмотрите, у кого Библия есть. Иеремия. Просчитай полностью. Сейчас просчитаю. Понимаете? Вот икон. Он везде бывает. Этот митрополит. Это большая очень митрополия. Алтайская. Нужно сказать. Одна из самых богатых. Хотя народ самый бедный. Какие храмы закатывают. Возьми там Яна Богослова. И вообще тут. И какие семинарии. И новые парки. Какое отгрохали. Тут спонсоры хорошие. Так что там написано? 15-6. 15-6. Ну вот. И он нигде не обратил внимания такого, как здесь. Ну что? Остановился бы. А икона написана. Если на иконе не написано, кто это, ее нельзя вешать. А не просто. А что там? Василий. Какой Василий? Сосед что ли? Василий Великий. Кто он такой Василий? Там священник один приехал. Темные-темные. Там прямо с паутиной. Даже ни разу видно не обмахивали иконы. А кто это такой? Василий. Ну какой Василий? У меня сосед Василий про щалыга живет. Ну нет. Это какой-то святой. Какой? Даже не знают. И он точно так же видел эти иконы. Но надпись его остановила. Вот еще одно доказательство. Этот человек благоустроитель и благоукраситель, который это написал. В это время можно было написать. Ну почему никто не написал? Никто не написал. А один. Вы поняли о ком говорю я сегодня? Тихо сидит, нигде не вылазит ничего. Тут она бывала. Иногда голос подавала. И не всегда удачно. Муж ей сказал, что больше в течение месяца голоса не подала. Все. Она ровно на месте сидела и как будто ее нету здесь. Это означает муж не подкаблучник. Одно слово и замки сразу на губах повисли. Но она сделала какое дело? Была тут одна икона из Жорданвилия привез. Не обратил внимания? Там разные-разные. Кажется на иконе преображения или крещения. Шестиконечная масонская звезда. А у нас была тогда еврейка здесь. Я тогда сказал икону снять, стекло убрать и отдать. Она там сделала так, что я как будто никогда не было. Так еврейка забунтовала. Это будет так против. Но это не наш христианский символ. Пускай он там будет на флагах, на танках в Израиле, на святой земле. Мы христиане. У нас не может быть такая звезда. У нас семи, конечно, там восьми, конечно. Нам вообще бы это не надо. У нас крест. Христос звезда утренняя. Он наша звезда. И в любом вопросе вот так рассуждай. И ты увидишь, как у тебя начнется отступление тьмы от тебя. Ты уже кое в чем. Заранее будешь как бы веяние такое не слышать, не видеть, а понимать, о чем там идет речь. В событиях мирских будешь разбираться. В политических. Тебе будет понятно то, что происходит там и там и здесь. И что правители говорят. Это Бог просвещает тьму. Четырнадцатый стих. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Толкование. Так как можно угождать друг другу не из чистой любви, а только по виду и лицемерно, то он показывает путь, каким мы можем достигнуть истинного благоугождения. Иной бывает и кроток, и смиренно-мудр, и, однако, не с любовью. Все вышеперечисленные добродетели, любовь скрепляет своим присутствием. Когда же любви нет, все исчезает, и в действительности ничего более не оказывается, как лицемерие. Ибо как в доме, если бы не было перекладин, обыкновенно называемых связями, если бы в теле не было связок, то все остальное было бы бесполезно. Так точно и любовь соединяет все, способствующее к совершенству. И без нее нет совершенства. Хотя, казалось бы, кто имеет его, но это вовсе не совершенство. Ну, давайте поговорим о любви. Опять про любовь? Да. Там только что читал, брат, что человек может быть и кротким, и смиренным, но без любви. А возможно ли такое? Возможно, такое же. А ради лицемерия, чтобы другие... Вот, именно тогда это не только показное. Смирение и кротость. Крутость и смирение – это показное, его нет вовсе. Да, то есть это показное, а без любви это невозможно. То есть они неправильно обязательно должны быть связаны между собой. Если только присутствует кротость и смирение, и есть любовь, тогда это непоказное, тогда это реальное, тогда это в совокупности. Я вспоминаю Златоуста, он говорит так, распределяет Господь, показывав на горной проповеди, как достигать этого совершенства, в любви именно. Он говорит, есть определенные, где-то 9 степеней таких, которые возводят человека к этому. Там на горной проповеди, что если тебя заслует, там не отвечай, ударили, подставь другую щеку. И он называет как бы верх добродетели, это когда ты уже начинаешь любить врагов. И там говорится, потому что и Господь посылает, будьте совершенны, как отец вас совершенный, который посылает дочь на праведных и неправедных. То есть к этому Господь нас призывает, как бы подготавливает, чтобы вот этой именно любви к совершенной. Многое на пору где-то все угрожается. В интернете написали такое. Батюшка уже отслужил, народ уходит, вдруг заходит, походит он, здоровый мужик, и... Ну, пошел поп, Евангелие проповедуешь, да? А ты такое читал, разворачиваешь по щеке, подставляй вторую. Батюшка потихоньку отступил назад, резу снял, и как хук, дал ему, тот в дальний угол упал. Прихожанник, а что тут совершается? А дьяхон говорит, да Евангелие растолковывает друг другу. Здесь тут по Евангелию идет. У них все сказали. А батюшка ему сразу говорит, какой вы мерите, такой вам отмерится. Ну вот так. Давай, брат. Тут есть тонкий момент такой, если ты смиряешься ради собственной славы, или ради Христа, или ради Евангелия, ради самой добродетели. Вот, если ты ради Христа все это делаешь, потому что Господь, которого ты любишь, ты смиряешься и трудишься над собой, то вот именно любовь Божия и наполнит тебя в полноте. То есть ты получишь ту награду, для чего ты это. А если ты это все делаешь ради собственного имени, чтобы показаться таким, то это не настоящая любовь. То ты не получишь ту истинную любовь Божию, ты ее не вкусишь. Потому что Господь сердцеведец, Он все видит. А смиренный и кроткий, Игорь, разница есть, нет? Это и та добродетель. Разница между ними. Ну, может, если человека назвали смиренным, то назвать его и кротким. Можно так? Бог гордом противится, только смиренным дает благодать. Без силы Божьей. Смиренный. А вот давайте по сравнительной степени. Более смиренный, а дальше уже смиреннейший. И когда епископу подписывается, его смиренство подписывать. Его смиренство. Ты как считаешь, Моисей был кроткий или нет? Наверное, кротчайший он был написан. А? Кротчайший. Кротчайший. Кротчайший, Бог его назвал. Ну, давайте посмотрим. Он кротчайший. И вот он, когда задержался там на горе, когда Бог давал скрижали, он возвращается, а тут уже идола вылили, сережки все отдали. Зубы повынимали золотые, и хорошего быка сделали-то. И он его расколотил, этого быка-то. А другие-то говорят, что тут слушаете его-то? Домой, в Египет. Там жили, и у нас там дома остались, и худо-бедно, но тут пустыня-то. Там огурцы у нас, чеснок был. Этот кротчайший что сделал? Сломал быка. Быка-то он сломал. Да он начал роганом, который быка делали. И он что дал? Он только крик сказал, кто Господень? Ко мне! И сразу к нему бросили сыны левита. И так, за кинжалы, пошатрырам, узнавайте, кто хотел. А так кротчайший-то. И пошли, пошатрырам. Рубиловка. 3800 человек сразу зарезали. Евреев, которые вместе были, вместе молились еще утром. 3800 трупов. И, конечно, это не старики, не младенцы были. Какой там вопль стоял. Жена ударила в сторону, рукояткой ему кинжал в живот. У них онемело все. Так, кто? И показывает, когда в фильме он молится. И в это время пошла резня. Он только стоит налево, направо. А там труп упадает. Он уже не может остановить, уже все. Кто Господень? Иди ко мне. Как же кротчайший-то? Как кротчайший? Когда живут народы мирно, пришли. А там мирно живут, стен нету, живут народ беспечный. Уничтожить всех. Беременных пополам разрубать. Семь народности под нуль подвели. Это не геноцид. Это геноцид. Его бы Нюрнбинский процесс сегодня сразу повесил. Повесил бы. Вместе с остальными, которые там были-то. Ну, Геринга не могли. Там Гиммлером они покончили раньше. Вместе с Гитлером были. Как же он кратчайший-то? Живем в ад отправлял людей. Один только случай был. Земля разверзла с шатрами, с быками, с телятами, с сепараторами. Все туда провалились. Что это означает? Рука зашел. Так это не это только. Там сколько еще всего было. Когда мы читаем. Закон-то дал, дан был какой-нибудь. Субботу. Щепки собирал. Щепки собирал. Так закон же дал. Но может человек не читал. Я уже читал его. Он должен был знать. Придать его смерти. Ну, это кратчайший. Не просто краткий, а кратчайший. В чем дело? Ну, что он кратчайший, мы не можем и сказать. Это сказал не Аарон, а сказал Бог Югова о нем. Но дела-то какие. Избранный сосуд мой кто, Давид? Это не Саул так. Дома, из колена Вениаминова, сын Кисов, Саул был. Отверг я тебя. По сердцу моему найду, Бог говорит. Этот по сердцу что делал? Это речь вот о Давиде. Когда он в Секелаге был и прочее. Он выходил, нападал в население. И уничтожал всех до одного, чтобы никто не рассказал, какой он злой. Всех до единой уничтожал в городе. Следующий город опять добыча. Делит добычу, это Давид делал. Давид, который против него люди знать его не знали. Да мало того, он показал суперсадистские наклонности. Пленных было так, веревкой отмерить. Лежать люди, какая веревка не написано. Может метров 20 в Ошиконске были. Отмерили. Так, а у них там молотили, молотилки такие, с зубчими колеса. На такую пшеницу молотили. Под молотилки, кишки наматываются. Это он делал. Давид. А этих сколько? Еще три веревки там отмерили. Со скалы бросать. Смотрите, как летят и разбиваются. Все мертвые. А этих как? А этих в печь. Освенцы в печь. Живем. Это делал Давид. И он назван избранником Божиим. Иисус назван сыном Давида, этого получая, мазохиста, как вы сегодня сказали. Это не мои слова. Я просто говорю, как сегодня, которые нападают и говорят. Ну, что это его дела, они описаны в Библии. Что он избранный сосуд Божий, на нем преизбыточная благодать. Да так. И ради его уже умершего, Бог целая горда миловал. Задуматься есть о чем? У него 10 жек, к примеру, сказать. На крыше прогуливается, идет война. Увидел, красавица какая, что спереди, что сзади. Одни холмы гремучие. Привезти. А теперь она приходит и говорит, грех там и спрятали. Он растет внутри меня. Так, нужно мужа вызвать срочно, чтобы дома переспал, и мы припишем. А муж-то и какой гвардейец, иностранец, легионер. Улья. Он защищает старяк, а колоссонного стоит. И он вызвал его. Домой отправляет, он не пошел. Да как я пойду? Вся страна в войне находится, а я пойду раздерживаться с женой, не пойду. И не пошел домой. Давид видеть не получилось. Он пишет письмо на фронте. Сделайте такую атаку, где самое опасное. И как только он кинется, он первый всегда был. Отступите от него, чтобы его убили. Его убили. И Давид спокойно дальше, может быть, пишет псалмой. Даже и не вспомнил. А жена-то в Версаве, жена рядом, законная. Мужа-то у нее нет. Ну ты же его ухайдакал, мужа-то. И ни слова не говоря. И нашелся только один человек. Не сегодняшний Лиза Блюды. Он пришел и рассказывает прищу про Версаве. У одного было много овечек. Как ему гость зашел, ни одно не заколол. А у другого была одна овечка. Ну в семье бывает такое. Держит и на груди у него спала. И он сказал, отнять у него. Накормить моего гостя. Давид даже не натушил. Смерть ему. Тиран. Он говорит, да как это ты. Сколько жена ты одну овечку отнял у него. Да Сталину бы кто так сказал. Да он бы даже не вышел из кабинета. А Давид-то сразу сказал. Согрешил я ты Господу. И ответ сразу же. И Бог снял в себя вину. Снял вину-то. Но человека-то нету. Понимаете. Божьи мерки это не наши мерки. И поэтому нам рассуждать не надо. Мы должны сказать. Да Давид такой был. Меня отрицаем. Но он назван избранником Божиим. Да так. И Моисей кратчайший. Почему? За Бога. И те народы изжили себя. Бог уничтожает их его рукою. Если бы Давид не пришел уничтожать. Землетрясение было бы. Звери лютые. Медведи. Львы. Уничтожили бы. Мы не можем оторваться от своего земного мышления. А когда туда поднимешься на уровень божественного. Что Господь говорил. Тогда мы делаем со врагами всему миру. Перед всем миром. Это экстремистская книга. И у мусульман такая же книга. И его признали экстремистской. Новый Завет не признаешь. Там нет этого. Экстремистская. То есть убийственная книга. И суд прошел где-то в Костромелье. И так и признали эту книгу. Как поднялись все сразу же. Это наши священные книги. Священные книги это ваши. И указания. Аннулировать решение суда. Эти книги. Священные. Там хоть что написано. Их признать священным. Они не экстремистские. Они выходят за эту грань. Суперэкстремистские. И наконец решение принято на уровне президента. Книги не считать экстремистскими. Я вам рассказываю. Это экстремизм. Еще мусульмане позавидуют. Сколько дел. Там сколько справедливости у мусульман. Если война была. Победили. Где начальник, не начальник. Все поровну делится. Вдова, которая не была. Ей что было. А одна осталась. Хоть не больше четырех жен. Потому что у их руководителя. Четыре только было. И так разобраться. Это хорошо. Мужа убили. На моей войне. Ей надо детей. Ей не надо там прятаться. Законная жена. Обывая, одевая. От нее. Теперь дети есть. Она успокоилась и довольна. Если войну. То был бы там такой закон. Что вернувшийся со своны. Имеет право на четыре жены. Колхозница там или городской. Сколько детей было бы. Это государственное мероприятие. О чем-то Жириновский говорит. Мы христиане. Понимаете. Одно дело рассуждать по уму. Другое дело по писанию. По уму. Там это правильно будет. Понятно. Мы должны ум погрузить. Иссаня. Как говорит Серафим Саровский. Что он плавал там. Евангелие. Что бы ты не сказал. Тебе нужно место приплывает. Я это слышал. Сегодня принимайся за дело. А чего буду принимать. У меня все в порядке. В порядке. Иди на веса. Взвешивайся. Рост свой. И отнимись 105. И это верхняя граница. В верхняя. Выше шкалы. Это не поднимайся пузырь. Что бы больше тебя не слышно было. Какой вес. Тут один выходит и против. Какой вес. Но он не ходит больной. Вес какой. 180 килограмм. 180. Ты понимаешь. Если у тебя ты считаешь нормальный вес. То у тебя должен рост быть не 180. 180. Понимаешь. Что тебе сколько надо. 285. А? 285. 285. Рост. Такого нет. Значит ты. Чужое сало. Навесил на свои кости. Ел тайно. Вывалился явно. Я никого не хочу обречать. Просто я хочу. Чтобы знали вы. Начинай сегодня трудиться. Я вам сказал. Я знал людей. Которые начинали. Прям в тот же момент. Тут же. И обстановка такая. Что ему не разрешают делать. Он все равно делает. У меня ходила одна на занятия. Женщина. Она учительница. Ну с кем ее сравнить. Ты может знаешь. Она. Такая. Немножко чернявая. Какая-то была. И. Она. Болела раком. И это. Голодание было. Где-то. Она вылечилась. И она приходит. И говорит. Я 17 день не ем. На занятиях была. Мне на нее смотреть страшно было. Глаза и зубы. И скажи ты. Организм сожрал все клетки. Не пост. Голодание. Голодания нет в священном писании. Есть пост. Ради Бога. Почему Илья не болел? По 40 дней постился. Что там болеть будет? Моисея по 40 дней. Ну нужно представить. Какой он был из себя. Моисей. На кого он похож? Я у одной был мусульманки. Ездили. Она по росту, по весу. Наша Татьяна Капустина. Одинаковая. Я приехал. А на те, сын, на те. Горе-то какое. Я говорю, какое. У меня 5 лишних килограмм оказалось. Не знаю, что со мной делать. А тут что-то ела там. Шашлык там или что. 5 килограмм лишних. И это уже тревога. А здесь нужды нету. Килограмм за килограмм. Не спать. Стоять. Поклоны. Убрать все сливки. Чтобы ничего у тебя не было такого, что есть. Переходи на травную пищу. Ну. И ты посмотришь, как олень будешь бегать. Он же питается олень, чем травой. Ранние фотографии смотришь и не узнаешь. Как это он? Он совершенно не похожий. А куда прежний дел делся? Скрылся под толстым слоем жира. Он готовится к осаде. Медведь-берлоги. Как Златоуз говорит. К осаде готовится город. Запасается жиром. Поэтому начни с малого. И сказали бы. А чего ты хотел бы сегодня избавиться? Вот каждому из нас. У меня один был такой. Я уже говорил не раз. Я говорю. Следующая тема будет. Под названием. От чего я такой вредный? Почему я такой вредный? Ты помнишь? А ты подошел ко мне и спрашивает. А как я про тебя все узнаю? Я говорю. А по чем тут я? Это Андрей вас спрашивает. Нет. Ты. Это первый подошел ты. Да. Я говорю. Ты про себя расскажи. А я про себя. Почему я такой вредный? И я написал. Почему я такой вредный? Или ты понимаешь, что я вредный? Я бы был хороший, как Андрей. Кураев говорит. Если бы Игнатий не трогал священника, партия. Лучше некуда. Очень просто. Я замкнулся. Ушел в угол. И ко мне никаких претензий нет. Я не ворую. Я покажу такую кротость, о которой ты и не слыхал. даже. Ни одного слова. Везде тебя буду уважать. Подносить бумажки за едой и после еды. Ты увидишь, какой. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Толкование. Часто мы бываем обижены кем-нибудь. И у нас всегда борются два помысла. Из которых один побуждает к отнущению, а другой к долготерпению. Если в тебе мир Божий стоит раздаятелем наград, то есть судьей и раздаятелем, то он дает награду тому помыслу, который повелевает перенести, а другой заставит смолкнуть. Итак, мир Божий добудет вас раздаятелем наград, а не гнев, не любопрение, не человеческий мир. Его человеческий мир происходит из отнущения и возмездия. Но мир Божий постоянный и ненарушимый заключается не ради какого-нибудь мирского блага. Подобно тому, как и в отношении к нам мир Божий заключен не ради каких-нибудь заслуг, а просто по милосердию и любви он уничтожил существовавшую против нас вражду. Зачем же, напомнив о любви, он опять начинает рассуждать о мире? Казалось бы, это лишнее увещание, так как в любви заключается уже и мир. Для того, может быть, это сказано, что часто и друг друга обвиняет... Для того, может быть, это сказано, что часто и друг обвиняет своего друга. И от излишней любви нередко возникают споры, обиды и столкновения. Не этого, говорит, я хочу, но с любовью имейте мир Божий, который все устрояет и все решает. Христос, призывая нас к миру, садил нас единым телом, став сам главой. Ибо для чего другого мы? Одно тело как не для того, чтобы, будучи друг другу членами одного тела, хранили мир между собой и не раздражались. Или потому, что вы призваны к миру, то есть удостоены через мир бесчисленных благ. Ибо если бы мы не примирились с Богом, то не были бы и призваны к тому, чтобы быть его рабами и участниками его благ. Дружелюбным бывает тот, кто таким же образом поступает в отношении к сарабам, как Бог в отношении к нему. Исповедующий благодать Божию и Бога, благодарящий за то, что отпущены ему грехи, не станет мстить тому, кто не оправдал его самого. И наоборот, отмщающий, очевидно, не помнит, какое сам великое получил благодеяние в прощении грехов, подобно получившему отпущением десяти тысяч талантов и не хотевшему отпустить ста динариев. Об этом читаем в Матфея 18.24. Итак, будем благодарны за все, чтобы и от кого бы мы не потерпели, и получим венец мученичества. Вопрос можно? Да. Там ты читал, брат, про излишнюю любовь. Что это такое? Что за излишнюю любовь? В каком плане? Относительно чего это? Найди это место еще раз. Для того, может быть, это сказано, что часто и друг обвиняет своего друга, и от излишней любви нередко возникают споры, обиды и столкновения. Ну, я вот так тебя люблю, так вот он и говорит, и любит, и любит, а он, может, охота поспорить, да? Чего я, нормальный я? Вот он. Может быть, это имеется в виду, излишняя любовь, обличение, а тот начинает спорить, да ничего такого нет, у меня кость широкая. Может, это имеется в виду? Я не совсем понимаю, что здесь. Для меня, например, думаю так такое, что человек это тыщет к себе любви, прежде всего. У нас таких, в нашей общине тоже находится немало людей, любвистов, так называемых. Да у нас тут мало любви, вот мы друг друга не любим, мы тут разобщены такие люди, вот ходим тут друг друга, только трёмся друг от друга боками, локтями, а любви-то у нас и нету. Были такие люди, есть такие люди, которые ищут к себе любви, излишняя любовь к себе, а когда есть лишняя любовь к себе, тогда ты не имеешь в себе любви к другим. Прежде всего, нужно научиться любить другого, несмотря на его все, казалось бы, тебе кажущиеся недостатки. Когда ты всё это сглаживаешь своей любовью, когда ты терпишь что-то неудобное для тебя, когда ты терпишь обличение от брата, потому что знаешь, что он именно по любви это делает, и ты это не только чувствуешь, потому что другие говорят, но сам чувствуешь, что брат тебе желает добра, поэтому обличает тебя. Вот это излишняя любовь к себе. Я вот это место именно только так трактую для себя. Нет. Об излишней любви. А как может быть любовь излишняя, если ты искренне любишь брата своего, как она может быть излишней? Не написано излишней любовь. Но... В какой форме ещё обличения нет? Тому. Ну как вот, осудили-то, удушающая любовь. То есть они её осудили, она и искренне ребёнка любит, но его удушает. И тот своей любовью, он-то, конечно, искренне любит, но тот, кого любит, он начинает ершиться. А что ты меня учишь, а я без тебя знаю, насколько уже можно до одной и той же. А сколько и можно, что не сдвигается человек с места. Он его любит, любит, любит. А ему эта любовь кажется излишней. Потому что здесь, тогда бы было написано, из-за недостатка любви у вас возникают споры. А тут именно споры возникают от излишней любви. А как она может быть излишней? Ну, конечно, она... Любовь есть любовь, но... Тому, кого слишком долго и часто обличают, закоснел в своих грехах, ему кажется, это любовь излишней может быть. Поэтому он и спорит. Ну, мы знаем, что вот когда... И обижается. Как говорит Господь, кого любит, того наказывает. Да, и вот эти болезни по грехам нашим Господь нас наказывает вот по болезням, там, болезнями. И знаю, одна сестра, одна из наших сестер, она говорит, Господи, ну, ослабь уже узы любви своей, хоть немножко там не вздохнуть. То же от Господа вроде как излишняя любовь получается. Там написано, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Да, обличаю и наказываю. Откровение 3.19. Ну, еще сказано, трость надломленная не переломит, или на курящихся не вгасит. То есть человек, который хоть и слабый верит, но тем не менее, ну, пытается добрять и делать, то не будет до конца уже, до конца догебать. До этого места для покаяния. Нет, это место говорил Христос, а я не крестительный. Ну, долгование почитать. Как написано? Как, Игнатьевич, мы растолкуем правильно или нет? Рассудите нас про излишнюю любовь. Как это может быть? Любовь излишняя? В каких случаях? О чем он говорит там-то? Ну, вот я сейчас еще раз. О чем говорит-то? По отношению чего любовь? Объект любви какой? Вот это вопрос. Братья, между братьями. Ну, теперь посмотри. Почитай. Еще раз прочитай, Дометка. Мы любви, которая к людям есть предел. Как самого себя. Я говорю, ты знаешь, тут заповедь. А как ты можешь определить как себя, когда ты не знаешь, как ты себя любишь? Ты первый определил, как ты себя любишь. Если ты себя не любишь, значит, ты не как самого себя, то такой-то и другого. Таким-то научишься. У меня близкий был человек, он ко мне привязан был. Но уезжая, я не мог его взять с собой, и его оставил, уехал. Но узнали, что он верующий. Сразу порторг вызвал и Фельмонов. Займитесь вот этим человеком. Проходит. А он человек кроткий, смиренный такой, верующий. Мой родной брат. Проходит месяц, они вместе сидят, курят и пьют. Его вызывают туда, так еще из религиозного болота, дурмана. Что умел, то он учил. Боже знали. Он как себя любит, так и его любит. Я говорю, я даю бутылки, без него не выпивал, я бы прям по запаху все поспал. Пачку куплю, говорит, у него нет папиросы, ну папиросы себе. Телефон. Вот. Я думаю, что он еще говорит. Алексея. Аб Алексея. Говори. А мы Богу начали все его заслуги перечислять. Господи, он вот то-то делал, то-то делал, он так нужен. Ну, стали рубашки эти, как у Тавифы, показывать Богу. Все молились, все. Тут сегодня 20 с лишним человек на занятиях. И мы говорили, чтобы Леша сказал Богу. Мы сказали, Господи, чтобы он в субботу приходил на службу. Передай ему. Обязательно. Больше мы ничего не просили. Да. Тут занятия у нас идут. Мы прямо Богу сказали, Господи, если он будет выздороветь, дашь ему жизнь, чтобы он ходил в субботу на службу. Да, мы не бескорестные. Давай. Не они вас, будем молиться. А мы дома сразу здесь встали. То есть 100 поконов. Его забрали? Завтра пойдет в больницу, обнаружили песок. 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 Это на штукатурку пойдет. А камень на каменку. Потрясут хорошо. Так. Ну и дальше о лезвичной любви. Объект кому? Братьям. Теперь, тебе вот каждому сейчас бы дали бумагу и сказали, в течение недели напиши, кто ты. Чтобы узнать, что ты любишь, ты себя обрисуй, ну не по-такарточку, а что ты. Ты состоишь вот из этого и из этого. Тебе самому понравится или нет? Ну ты бываешь, когда в бане на себя смотришь, хотя бы тело твое нравится тебе или нет? Ты можешь Бога прославить? На молитве помолился, что у тебя есть? Это все благодать, Господи. Я никогда бы это не сделал. И ты это сделал. Талантов нет. И вдруг такое обнаружилось. Откуда? Уникальное. Что я не начну делать? Все уникальное. Увидеть то, что вот мне открыто, вот это вот. Я говорю, это уникальнейшее дело, что у нас иконы, у православных, у сегтантов это нормально. Настолько уникальное, что нигде больше этого нет. Это раритетное явление. И вот обрисуй, как ты ешь, как пишь, спишь, как ты с друзьями, как звонишь, что смотришь. Еще ты состоишь. Расписание свое. К чему тебе сердце прилегает, как на работе, сколько у тебя друзей, кто тебе звонит, что ты поболился. Это друзья настоящие просят у тебя уже. Мирские такие. И ты увидишь, кто ты. И ты полюбишь его, нет, а это не ты. Как Чехов говорил, закрой глаза, этого человека никогда не было и нету. У тебя, говорят, вопросы все исчезли. А ты ненавидел его, просто нету, закрой глаза крепше. И взгляни на себя, тебя не было, ты не родился. И кто пожалеет, что тебя нету. И что ты умер, кто воздохнет и скажет, да, опоздал, не познакомился. Вот теперь бы я пошел, теперь бы разрешил вопрос, тут бы он помощь мне оказал, тут бы он мне то и то сделал, а ничего нету. Эх, зуб выпал нужный. Да впереди, теперь только шепеля ведь осталось. А тут какой совет дашь. Так эти братья Бондарьи пишут, медведь идет такой печальный, молодой, да в армии горут. Вот можете взять. А как, ты дяту пойдет, тебе зубы-то выберет. И он сразу в дяту пошел, дяту ему зубы выбил. Маленько погоня, идет в рот, кровь, а это кто там сидел, а там сама спрашивает, ну и как, так обещал, прошел, штапоштопия, плоскоштопия. Его и так бы не взяли, у него плоскостопия, а там зубы-то зря плоскоштопия. Так что не торопись еще пойти, хорошие люди, это военкомату понравится. Там на тебя уже 200-й или 500-й экипаж готовится, эстинковый гроб. Ты на все научись смотреть через Библию. Почему называется во свете Библии? Такое простое слово. Интернет обошел, кажется, в одном месте так встретил во свете Библии. Два слова не могут соединить люди. У меня все книги во свете Библии называются открытым оком. Открытым оком нету. Впервые. Впервые, чтобы вот книгу любую я вот возьму и посмотри, как она оригинальна. Все разного цвета. 30 томов и все разного цвета. Дальше, смотри. Открытым, а читать надо не вниз, а кверху. Почему? А кавычки показывает. Кавычки-то так так, ты же не будешь читать-то через кавычки. И чтобы тут было написано число 24 глава 3-й, 15 стих. Чтобы в заголовке на книге было вместо священного писания ну назови где? У Пушкина? У Лермонтова? Войнич. А? Войнич. Эмилия Войнич. Вот здесь она пишет. Это эпиграф. Это эпиграф и книги. Но же сама книга нету. Нет, это не было. Эмилия Войнич еще вот там писала. Это там нету. Вот, и сюда. Нету. А как знали? Никак. Просто я молюсь и она сама опускается. Бери, пиши. Понял? И когда ты напишешь, кто ты такой, ты поймешь, что тебе в этом нравится. Я сам стою в 4.40. Я люблю себя. Волен на молитву. Интимная встреча каждое утро со Христом. Частная. Когда ум не охвачен сомнениями дня, заботами, в это время никуда нельзя торопиться. Нельзя молитвы, ищение Слова Божия. Мы каждое утро составляем три ролика. Два по... Блаженного фифилакта насчитываем. Считает сейчас Никита. Вот у меня три часа, я их перебрал. Лучше всех Никита считаем. Ну а я там только... Один на экране снимает. И события дня на каждый день. Вот узнаю, с чего ты состоишь. Я люблю, чтобы вставали рано. Я всем... Вот кто у меня есть, все вовремя стоят. Все вовремя. У меня один знакомый брат здесь есть. Ну, герой настоящий. Герой, понимаешь, более строго, кажется, нельзя нет. Успокойся. А к жене у него встает, мовремя он говорит, нет? И сколько он не бился, поднять его не может. Вот тебе огуречный рассол. Сам встает? Встает. Я никого не называю. Я просто знаю, что этот брат может в горы свернуть, гора дымится, а жену поднять не может. А если ты такой, то она у тебя будет вставать и тебя будет поднимать еще. Понимаешь, в любом вопросе. На молитву ты можешь приучить, чтобы она выходила на сто поклонов? Нет. А почему сам не молюсь так? Ты себя любишь? Очень люблю. Как? Я знаком с завидом, узнал, что семидневно. Семь раз в день прославляю тебя за твои суды, Господи. 118-й псалом, 164-й стих. Я люблю себя так, я и другому это подсказываю. И ты это делай. Вот мы живем, у нас мяса вообще не бывает, мы его не видим. И мы другому это же говорим. Вот сейчас кончился, если нам не завезут, то молока не купят. Вообще нет у нас, разницы нет, что пост, что не пост. Я хочу, чтобы все так жили. Разумеется, я в заплатах, и мои друзья все в заплатах. Я себя люблю, чтобы ни копейки не потратить ни на что. То есть я во всем перебираю себя, нашел в этом совершенство, достиг дальше уже некуда. Дальше это только голышом ходить уже. И они друзья у меня все такие. Полюби ближнего как самого себя, как. А не как бабка. Ешь больше, спи дольше, все. И больше ничего нет. А у людей главный лозунг жить, грешить и не болеть. Больше ничего не пишут. А главное сегодня везде жить, никогда не умереть, грешить и не болеть. Вы помните, Джейнер, когда ты его показываешь, что такое ад? Она говорит, яма полная огня. А ты хотела попасть туда? Нет. А что сделать нужно, чтобы не попасть туда? Она говорит, никогда не умирать. Он уже сшатулся. Не болеть и не умирать. А? Не болеть и не умереть. Не болеть и не умирать. Девчонка ответила, вот такая вот, Джейнер, этому воспитателю, там, директору девищего притона. Вот и все. Там ват не попадешь, раз не умер, не попадешь. Живем туда, не потащим. Это много слишком надо, и быстро печь лопнет. Вот так. Вот разбери, кто ты. Ты знаешь, кто ты? Запиши это все. Мирный человек или нет? Или увидел противника и сразу показал волчьи зубы? Или ты продолжаешь дальше? Я к примеру просто говорю. Вчерашний напоминает начинаем. А ты знаешь, что в этом пользы нету? Никакой нету. Зачем это делаешь? Я просто к примеру говорю. Итак, какой у тебя талант? Ты разбираешься об этом. У другого спешишь, да, я тебе показал положительное качество. Быстро откликаешься. Остальное я не знаю. Вот так. Все к себе это, посмотри, какие, на что тебе указывают враги, на что друзья. Я вот пишу характеристики написал в лагере. Ну и взрослые, детям пишу, а взрослые, по-моему, мне напишут характеристику. У меня здесь Волкову, Вячеславу написано, Капустину, Дмитрию, Таниному сыну. Петеримову. Петеримову, Витя. Но я так не пишу, что сел я и написал где-то. Я сразу узнаю, кто у него друзья, близкие люди. Ищу только друзей. Противников никогда не ищу. Но вы можете дать на него характеристику? Мне нужно. И они пишут. Примерно семь. Я их беру и потом обрабатываю вместе, пишу и ему приношу. Ну, согласен. У меня две девочки были, архитектора города. Он, может, не главный там архитектор. Ну и характеристику я стал давать им, девчонкам. А они как бы то ли двойняшки, то ли что, но как высокие, хорошие девчонки-то, но ленивые. Я стал говорить, что эгоистки растут. Мать совсем соглашалась. И мать стоит такая же, тоненькая, хорошая, а он серьезный мужик, толстый. И вот он, она говорит, нет, я не согласна, мои дочери не такие. А он стоит рядом, нет, такие они и есть. Теперь я ему позвонил, уже много лет, говорю, как? Да что, как? Две жирные свиньи выросли в хозяйстве. Отец дает характеристику. Две жирные свиньи выросли, никого не любят. А я когда говорил, на что обратить внимание, почему этого не сделали? Они могли быть другими, чтобы ты другим язык не показывал на фотокарточках, не высовывал его. Понимаете, о коме говорю? Для себя имеете. В гости не ездило больше к этим людям. Сестренка свою никому не отдавала, братишку, береги их, и тогда перед Богом получишь награду. А они поехали, родители, встать поперек. Она была там, она совершенно никакая оказалась. Что мирские дела, это вот тут же девчонка берущая. И начала язык показывать, и сидит фотографируется, зад отклячила ногу вот так вот. Ну, мирская совершенно, чтобы Бог увидел ее. Мирская фотография. Сейчас есть в интернете фотографии, сидят лесом сюда мусульманка и христианка. Вот у той Коран, а у этой Библии, они видно, что подружки, и это видно, что это протестантка. Грудь вот так вот у нее вырезана, до сих, от сих до сих, раскохмаченная такая. А мусульманка сидит, как всегда, до кистей закрыта все, ни одной волосинки не видать, держит Коран. Ну, оба улыбаются, это улыбается, а так кажется, христианка-то зубы кашет. И видно, что они друг друга знают, это в штанах все как свободное. Тут сразу видать, что она не от мира. Это мирской человек взял книгу божественную в руки. И она по ней не поступает. Ее видно сразу. И поэтому у той, шансов больше спасти, чем у этой. Она может найти, а это нет, она уже спасенная, ей двигаться некуда, она засохла. Ее убедили, ты спасенная. Ничего больше не надо. А мы спасены в надежде, надеемся. А может надежда, надежда не постижает, если она истинная. Вот когда рука в рай зайдет обратно, и дверь закрылась, вот она спасена. А у нас сразу. Вот такой это умер только. И сейчас о нем такое говорят. Это все в раю, он там теперь ушел. И вдруг наш ролик, интервью этого человека, который умер, на днях было. Ну и показали тамошнему архиерею, так с ним чуть удар с ним случился. Они вот канонизировать собрались, а мы показали, он никакой. И который человек с ним рядом говорит, батюшка, а ему уже по 90 лет, ты же меня крестил, ладошкой мокрой, ты не крестил, ничего о христе не сказал. Ты во время перестройки наверное тысячи таких перепортил-то. И это когда архиерея-то узнал, ему плохо. А и похороны, как они хоронят, как они его воспевают, и как мы жалеем. Да 90 лет под себя уже ходит человек, радоваться надо, что его нет, освободилась хоть одна душа. Ну другие народы, если у них старик никуда не угодно, на закорки берет, и тот в горы уносит и оставляет, и тот знает, с ним так поступят. Другие там еще что-то делают. Но зачем он нужен, когда нет? Ну зачем врать-то, мы сожалеем. Почему его нельзя не ходили за ним? Кого жалеть-то? Труп лежал. Ну а-то принято соболезнование. Ну какое соболезнование-то? Соболезнование вот она, молодая, вот тогда вопрос другой. Мы ждали от нее, помочь ей с собой или что-то еще там. А все жалеть-то? Когда за 70 лет? 70 лет? А я уже добираю, при большей крепости 80, уже крепость до конца вычерпал. Еще спрашивать? Все. Интересно, вчера мне скинули про одного и говорят, ему 85 лет. Седлецкий, Карл Станиславович, баптистский пресвитер. А я о нем говорил, и он живой, и я вчера посмотрел, какой он. Какой был, каким ты остался, говорит. Он, видно, очень смиренный. Ну, баптист, я могу только молиться о нем. Редкий вот такой случай, чтобы человек такой был добрый. Молить у них. Баптист. Он, кажется, в Павлодаре, если не ошибаюсь, сейчас. А Щернцов его сюда призвали. Мира никакого не было. Его привезли, он мир установил. Я когда стал говорить о бороде, а старики там, поведники все, они, да ну да как, а он говорит, нет, он говорит, прав. Я говорю, да вы по стихии мира. Если все были с бородами, вы сейчас сказали, и мы бы не брили. А раз бреют, и вы бреете. Мы по стихии мира, а не по Христу. Они их не согласились, а он сразу сказал, нет, он так прав. Я ездил на встречу. Священник, он и попутно зашел к нему. Люби как самого себя. Ты хочешь, чтобы были у тебя друзья? Я хочу. Сделай, чтобы у него такие же друзья были. А не так, что еще только задел против шерсти, и сразу воскрысился, ердичить начинает. Я сделал справедливое замечание. Со стола встал, а не убрал за собой. Почему не убрал? Я сказал, почему за одним столом сидит. Я то убрал с этой стороны, а там я не мог убрать, ты дольше у меня сидел. Я уже за компьютером, а ты не убрал. Убирай. Ну, а теперь начинают хамить, прям буквально. Как это годится? Я такого друга не хотел. И тебе не желаю такого. Я к примеру говорю, к примеру, что ты, у меня таких, может, и рядом не бывало сегодня. Может, сейчас только. я не знаю, но я не знаю, Благодарю Тебя, Господи, с велосипеда хлопнулся на кирпичах, как Глушкова, только пыль пошла. А вещик, батюшки, угнал кто-то, они искали, а теперь они пришли, я мимо тебя еду, где это самый колдобойно-то, а там кирпичи накидал и говорит, я решил посмотреть в Аватара, там или трюль подвернулся, я перепрокинулся и бац, сиди кирпичи на велосипеде-то. Что ты там не сделаешь насыпь? Я сегодня только с батюшкой разговаривал, купить трубу, предлагает Павел, 40 сантиметров в диаметр, маловатое, заложить, а потом эту куну, которую у него там, брать землю, а нет, значит, нанимать надо экскаваторы и самосвал, и насыпь оттуда продлить, который около пруда идет, мимо тебя и туда, где Калашников, где сейчас он, Володя, сделать настоящую насыпь с песком, с щебенкой, как там, в деревне, и тогда ничего этого не будет. Ну, вы, Потеряевский, почему я должен делать? Я посчитал за два года, я в Потеряевский вложил миллион двести тысяч. Миллион двести тысяч, когда у меня всего лишь шесть тысяч пятьсот, кажется, 23 рубля 15 копеек. У вас под каждой заплатой по миллиону. Ну, я сказал, поняла? Это что Бог делает, не считая постороннее где-то там. Почему? Потому что ко мне не прилипла ни одна копейка за всю жизнь. И Бог это знает. Они пришли, ушли. Так с этими бульдозеристами-то, которые приезжают, я с ними и ночую буквально. Обеспечить питанием, мыть, где в баню, уехать, приехать, работать. Стою целыми днями, дождь, не дождь, я стою перед ним, а я еще так? Так. Вот какие дела-то. А как? Я хочу, чтобы ты такой же был, Потеряевский. Слышишь, нет? Ближнего, как самого себя. Хочу в тебе отобразиться. Ты сможешь это понести? С Божьей помощью. Ну, старайся. Вот люби ближнего, как самого себя, не больше. А Бога беспредельно. Преизбыточная любовь. В чем мы начали? А вот когда ближнего, это преизбыточная у него. Бывает такое. Бывает, переходит дальше. Три человека, я знаю, такие, которые перешагнули грань, но Бог их не принял. Если, Господи, не помилуешь их, то и меня из книги жизни изгладь. Исход, 32 глава, 32 стих. Считай. Кто сказал? Моисей. Мойша. Так? То он больше чем. Большой Нерушалаймы не было. Дальше еще один человек нашелся и тоже сказал так. Господи, я готов быть отлучен за родных моих израильтян. Кто это? Павел. Павел. А другой говорит так. Господи, я три дня и на ночи молился на этом камне за русских архиереев. Если нельзя, то меняй торни, Господи, а их прими и прости. Божий ответ какой был? Не прощу, не помилуй. Кто молился? Сарабин. Три человека я в своей истории встретил. Они перешли эту грань. А почему? Ответ один. Они не знают, чего просили. Ты скажешь, я в воду, но лишь бы он только был в раю. Сохрани и помилуй, Господь. А зачем мне там все остальное-то? Это только разговор один. За одну минуту в воду ты никому уже не будешь желать, чтобы вместо тебя в рай кто-то попал. Я хочу, чтобы он был со мной. Грань и так. А теперь мы можем понять по-другому. Избыточная любовь, вот как у бабок. Ешь больше, спи дольше. То есть она настолько любит, пенсию отдает на все эти сникерсы, на все эти шоколадки. То есть преизбыточная любовь, удушающая любовь. Вот вставай, доченька. Она бы встала и научила бабку. Да ладно, выйдет замуж, там уже некогда спать научится. Она вышла замуж и не знает, каждый день только ищет разогревать. Ну и все. Походит маленькое время и до свидания маленькое. Возьму Таньку. А как? Мужчине путь идет через желудок, мирские говорят. Так что вполне возможно. Но у меня мысль такая, они потом вот от этой избыточной любви неблагодарными вырастают. А потом из-за этого и обиды, и ссоры у них. Я ради тебя там жизнь положила, все для тебя, а ты, а ты. И вот, ну а зачем ты такое ела? Вот она была бы как себя, вот. Сама в заплатах, и ты, доченька в заплатах. Себя не щадила. Допила не доела. Да, все делала, только не удостоилась стать другом. А все остальное пошло по боку. Другом надо было стать. А она бы из дома сбежала. О, а это тебя не зависит. Вот и поставь преграду. Чтобы она никуда не ходила. А эта девчонка спорезил с парнем. А те вышли, кто-то, который учит, как умирать. И они в интернет показывают, как стреляют. И сейчас говорят, что сами себя обе застрелили. И сейчас там милицию всю кверх ногами ставят. Все в интернет выставили. Он ее стреляет в упор. А после этого сам себя. У отца взяли оружие. Видели в интернете это? А до этого не выставляли, как они себя стреляли? Ну, они где-то там на этаже. Милиция приехала, они давай оттуда из ружья и в милицию украшить. И все. Школьники, 40 лет. Они жизни не были. Это я видел. А что сам процесс, как они себя стреляли? Нет, там не показали. Я думал... Нет, ну они застрелились. Он ее застрелил, потом сам себя. Но фактов нет. Два труда. Видео. Уже все это главное поставлено в обвинение. Там кому они звонили в милицию. Одна пришла. Муж меня там грозится убить. Ну, придем, мы осмотрим труп. Она посмеялась на это. Она пошла домой, он ее зарубил. А это охотал зафиксированный. Теперь все кверх тормашками там ставят. Кто это все это сказал? Кто сделал? Из милиции уволить. Ну и правильно. А вовремя пришли бы защитили. Любишь, люби как ближнего, как самого себя. Преизбыточная любовь это от Христа, если дается. Ты ей дай границу. Преизбыточная там может на рубль, на два. Другого-то нет толкования. Первая любовь, говорит, составил ты. А в первой любви только в одном месте в Библии написано. Откровение 2.10. Все больше нигде нет. Что она означает? Когда ты обратился, ну, первая любовь. Вот молодые, с первого взгляда, жить не могут. Могут из дома убежать. И сколько продолжается? Они больше трех лет. Через три года уже пепел остается от этой любви. Все сгорает. Три года. Все. А вот этот священник мусульманин стал священником. И семья у него. И жена сидит рядом. А как познакомились? Он говорит, а никак не знакомился я. А почему? Ну, мои родители сказали, что тебе жену избрали. Да ты хоть видел? Нет, никогда не видел. А почему? Я родителям доверился. А когда показали уже по венцам, по ту сняла, он увидел, красавица. Послушница. Да ты что, ты можешь ее выбрать по каким параметрам? По запаху? По одежде? Она такие на шлепке сделает, и ты не догадаешься, что она тощая корова. Ничего у нее нет. Даже этого ты не найдешь. Как Лев Толстой пишет, креслера, сонатик. Ну и дальше, а дальше живем и радуемся. И она здесь же стоит. И девчонка маленькая, лет пять, и она на машинке маленькая счет. Почему? Я замуж. Пятилетняя замужественная рассуждает, как чтобы своим ребятишкам вышивать и прочее. Она не играет нигде. А старшая все умеет стряпать, все на стол подает. И все показано. Он мусульманин. Христианином стал священником. Нам есть что сказать. Примеры наши в настоящее время живые. Он подтянутый стоит. Ну какие там эти чеченцы-то стоят. И она. И ребятишки такие же. Пример. Вот сейчас возьми, которые здесь пожилые. Где дети-то? Не пришли? Что, опоздали сегодня? А их нету. Они там один раз явятся и больше нигде их нету. А это все здесь. И дальше он как храм отстраивает. Что? Как его поддерживают все. Пример живой. Любить ближнего, как самого себя. И он хочет, чтобы все такими же были. Неправильно, что детей убивают. Он говорит. Конечно, неправильно. Ты себя любишь, свою работу любишь. Детей научи этому. Я тебе говорил сегодня. Чтобы они остались здесь, в твоем доме. Чтобы скотины было не меньше, чем у Игоря. Перекупить. В долг взять. Сохранить все коробки. Барабаш лишается, как будто бы я слышал. Так это нет. Решает заняться только полевыми работами. Да, конечно. А у него главное, то он табун. Табуна не будет и все. Вот что надо сделать. А вот он это может сделать. Дочь выдал замуж. И порода-то, и того, и другого, работящая. Та по отцу матери работящая. И там по отцу. Мать, я не знаю. Что задумался? Вот он. Муж. Уже отец, муж. Ну что, плохой совет тебе даю, а? Они всегда будут накормлены. Дети накормлены. Родным будет что? Так я-то все понимаю. Понимает Леонид. Я им говорил. А ты не говори просто. Ты прихожи. Скажи, вы будете просить. У меня еще сто лет будете жить и по руку протягивать. А здесь вы уже следующий год сами себя прокармливаете. Скотина. Ни один или ни вот сына никуда не отпускает. От отца к сыну так и идет. Так всегда в России было. Что ты? Они уже приехали. Они уже желают. Уже батюшка звонил, у меня домик просил, который я для лагеря купил. Я сказал, что ты еще, батя. Для них что? А, да, для них. А ты не знал? Нет. Отец Аки мне звонил. Ну, рядом с твоим домом, с этой стороны. Ну, я. Ну, ты знаешь, о чем говоришь. Я говорю, ты что? Смеешься или что? И ей внук, баба Нина живет одна. Там могут быть. А ты вообще живешь в другом, говорится, городе, работаешь. И дом совершенно пустой. У тебя семь ребятишек там было. Подари им это. Не подари даже. Просто живите, скажи, и все. Я их не выгоняю, ничего. Первый раз слушал о поставках. Делать там им нечего будет, если не будет скотины. Они себя не прокормят и дуреть начнут. А так некогда будет. Чтобы у них было хозяйство, как у тебя. Другого не надо. Люби ближе, как самого себя. Ты себя любил, у тебя всегда было валюта, и деньги, и сливки. И еще у тебя не было. Когда мы едем на Благовесте, только барабаши ты давали сливки. И ты всегда щедро давал. Перед Богом это. Мне хватало и урагану. Мы запомнили твою доброту. Ты везде откликался на Благовестие ездил. Всегда наберешь. А жена твоя красавица там арбузы с огорода. Она огородица у него такая. Дочь кончила заочная, кажется, сельскохозяйственная. Правильно я говорю? Нет? Да. Ограрная. Ну вот им только там и жить. В городе делать нечего. Зараза, вот и хлебать. Ты просто сядь. Я говорил. Плохо говорил. Ну, слышал рассказ, как где-то... Он решил продать корову. Ну, расскажи, как? Ну, выставил он ее на продажу на базаре. Продает, вроде она не продается. Потому что корова худая, молока не дает. Так. Подошел молодой человек. Школьник. Школьник даже. Да. Пожалел дедушку. Пожалел этого старичка. Говорит, ну давай, дедуль, я буду продавать твою корову. Ну, давай. Ну, и стал он рекламу корове. Какую рога он дал. Какую уже. Ну, он говорит, корову там стихотворение. Не выдаешь за день, устанет рука. Молока там много. Много и корова дает молока. Народ спрашивает. Не выдаешь за день, устанет рука. Главное, честно. А дед послушал и говорит... Дедушка слушал, слушал. Подумал и говорит, такая корова нужна самому. И забрал свою тощую корову домой. Пошел домой. То есть, людей-то бы всех можно было убедить. Но самый главный хозяин стоял рядом, он знает. А если продавать как Епифаний, мать послала его осла продать-то. И подходит ему один и говорит, что продаешь, продаю. Сколько просишь? Он недорого просит за него, говорит. А почему дешево так? Так он же не послушает, а вы селка у нас. Он говорит, бегается. Если ты отвернешься, он укусить может. Он говорит, ты разве продашь его такого осла-то, говорит. Ну я же не должен продавать. Он понял, это хороший человек. А он еврей, который продает-то. И подошел тоже еврей. А с кем ты живешь? С мамкой. А папа, папы нет у нас. Ну и он купил у него осла. Денег-то дал, а осла-то в другое место отдал. Пошел, познакомился и стал спонсором для дома. И знаете, кто вырастет из этого мальчишки? Епипадий кирпский. Канонизированный. Епископ. Церкви Христов. Защитник православия. Он такой честный был. И это все в нем осталось. Правда, одно время он сделал сопротивникам Иоанну Златоусту. И оба друг на друга сказали. Ему плыть на Кипр. И Иоанн Златоуст говорит, ты много здесь делаешь не по канонам. В моей епархии приехал, когда Иоанна Златоуст согнали. Он домой собирался ехать. Это ему 102, что ли, года было. Ты до дома не доедешь. Он говорит, у тебя в ссылку пошли, ты до конца сутки не дойдешь. У него пророчество исполнилось. И тот умер в дороге на корабле. И вот этот умер дорогой. Каманахи. Вот какие, мы знаем, случаи были, как они любили друг друга. Но сатана подсмеяться решил. Но они быстро вышли из этого состояния. Благословили друг друга пророчеством и поехали. А почему не пожелали, чтобы доехали до места? А зачем? А этот еще, Эпифаний-то был. Он еврей. А один моряк думал, я посмотрю. Ну, а тогда одежды-то не было. Не трусы, не штаны, а просто замернутые. И все. И он решил посмотреть, обрезан он или не обрезан. Еврей-то. А он накануне смерти своей этого матроса увидел. Говорит, ты не искушайся. Чтоб тебе хуже не было. Ну, тот идет, вот так одежда, взял и посмотреть-то. А он мертвый уже лежит. Он как пнул его, как футбол в ворота фенальти. И тот говорит, ногами, головой о палубе помер. Он его говорил, не искушайся, мертвый. Вот какие были люди. Один ударный, спрашивает несколько, вас ли судить? А я мертвый был, я не знаю, что сделалось с ногой с ногой. Ну, все, по времени. Уже перешли грань. Достойная снякова истину, Блажитетя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слово Родшую, Сущую, Богородицу, Тя величаем. Игорь Тихонович, молитесь. Молитесь. Паства моя, где? Самый маленький, если бы. Ты справа, а она слева. Как женщина. Отец наш небесный, Ты, любящий наш пастырь, Ты собрал нас как овец по Твоей рукою, Чтоб мы не были рассеяны по горам. Слава Тебе за воскресный день, Напоминающий о Твоей победе над смертью. Хвала Тебе. Мы вникали в Слово Твое. Если в чем погрешили, прости нас, Владыка. Мы просим Твоего благословения на этот день, И выразить благодарность за брата нашего Алексея. Благослови его, И припомни его добрые дела, И продли ему жизнь, если угодно, На воле Твоей, Святой. И нас всех приготовь к исходу из этой жизни. Слава Тебе. Благослови брата Иакима, Отъезжающего брата Василия, От всякого рода зла и греха, И путешествующего брата нашего Виктора В столь дальнем путешествии. Милости Твои не отнимай от народа Твоего. Возвысь веру христианскую, православную. А замысли еретиков ничто преврати. И даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. Благослови нас. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими нашу молитву, Господи, Возди они рук, как жертву вечернюю и благоухание, Приятную перед престолом благодати Твоя, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящимися Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, услыши, прими молитву нашу о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И распусти нас с миром. Аминь. Аминь. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Слава Тебе за все. Во веки. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос. Ну, Тихонечка, у Марину надо спросить. Она может протоколировала нас записать. Позвоню. Чего там нарисовал-то? Я? Что? Целый город какой-то? Это город, это машина такая. Машина такая? А, пододенешься-то? Так, закройте книги. Домик на колесах. Ну-ка, Володь. 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 Скажи.